Друзья, всех безумно рад приветствовать. Сегодня 15 апреля, 19.12 местное время. Мы скомпоновали очередной ролик по сборке самолета РВ-10 ВАНС Аэрокрафт, в котором основной акцент будет делаться на три материала. Это бортсеть, авионика и систему выхлопа. Но там в промежутках еще очень много интересных моментов. С учетом того, что мы же в общем-то не так уж и недавно собирали этот самолет, мы сами этот материал пересматривали, думали, о, нифига, как интересно. Так что я думаю, что вам точно будет интересно. А еще вам будет интересно посмотреть ролик предыдущего. Какой ролик? Целый фильм на час, который вышел про самолет Макс Хальсье Ля Брюссар 1521. Мы над ним очень старались, а вы на него, что-то я смотрю, не сильно смотрите. Давайте выделять время и посмотрите его, те, кто не смотрели. Там реально интересно, что ты будешь делать. А теперь по существам. Значит, мы сделали спиной мост со всеми нервными окончаниями по бортовой сети. Ребят, там достаточно много работы, и мы сейчас за это предметно расскажем. Но хочу маленькую ремарочку сделать. В этой бортсети вы не увидите коаксиальных кабелей. Обычно коаксиальные кабеля прокладываются, ну, рядом с проводкой, так бывает, но они кладутся отдельно. И вот почему. Вот в этом районе у всех рвишек, в том числе у той семерки. Автопайлот дисконнект, они его называют. Вот, мы ставим вот этот крутейший ПВД вместо трубки. Дошла очередь до Геа 24. Это вот такой вот многопиновый блок. Сенсор, значит, уборки выпуска закрылков. Это не генератор маленький, а то у меня просто руки гулливеровские. Здесь вы не видите коаксиалку, потому как коаксиалка у нас будет под антенны, как в прошлом видео мы показали, прокладываться отдельно. Значит, мы успели проложить антенну ГАИ-56, которая работает на А20 в виде GPS-модуля. Вот она здесь находится. Также успели поставить антенну КОМовскую, которая связная. И также поставили гребень транспондера. Нам осталось привести, поставить дополнительный GPS-модуль для... Точнее, антенны GPS-модуля J5, который у нас является резервно-аварийным. А здесь вы можете наблюдать, значит, силовой набор 60-амперник. Далее подключение всех блоков, которые мы смонтировали на борту. Вот, здесь у нас находятся так называемые реалины, которые нам позволяют осуществлять работу по триммированию ролл и пич, то есть по крену и по высоте. Далее, значит, разводка по АЗСам. Выход, значит, под моторный узел. Значит, мы хотим видеть, что творится на улице. Это, значит, датчик температуры на улице. Далее, значит, Head Panel. Это управление освещением. Это, значит, полностью работа авиационных гарнитур, то есть ушей, то есть наушников, микрофонов, связного оборудования. И вывод на промежуточные блоки, такие как аудиопанель, такие как транспондеры, такие как, значит, радиосвязь. Вот. И также у нас присутствуют сигнальные лампочки, которые, кстати, это авиационные сигнальные лампочки. Выглядят они, конечно, не сильно по авиационному, но тем не менее, это авиационные лампочки, которые будут сигнализировать у нас работа ПИТО, то есть подогрев ПВД, отказ генератора и работоспособность топливного носока. Сейчас вот это все мы смонтируем вот сюда. Поехали. Так, значит, смотрите, у нас появились здесь отверстия под установку всех сокет-брекеров, так называемых АЗС-ов. В данном случае это АЗР-ки. И вот здесь у нас, получается, с G3X-ами идут, значит, комплектные рамки. Их две штуки. Их надо будет сюда вклепать для того, чтобы, значит, грамотно вставали посадочные узлы. И вот здесь вот еще один, значит, мы уже поставили его. Это рамка такая, очень, если честно, несуразная для G5. Соответственно, нам сейчас остается вот это заклепать на место. Вот здесь вот, посмотрите, с подворотом, значит, заклепано, установлено, так называемый рак. Это типа кассета для того, чтобы монтировать туда пульт управления автопилотом. Стоит вот здесь вот. То есть вот то, что вы видите, декорная панель. А вот ее скелетон, собственно, силовая часть. Так вот, ребят, значит, мы сейчас нарежем, точнее, поставим вот эти части. Здесь сделаем отверстие под установку, значит, растаковки автопилота и систем диммирования. Тоже надо отверстие здесь сделать, а потом вон туда прикрепить. И еще сделать здесь пару этих минусовых сборок отсюда. Скорее всего, где-то вот в этом районе еще одну сделаем. И потом будем ставить прибор. Посмотрите, головной кликсоновский АЗР нажимного типа. И вот полный комплекс необходимых АЗР для работы бортпитания. Для потребителей, точнее. Так вот, смотрите, вот здесь вот у нас как бы получалось то, что по необходимости вот такие ряды. И здесь вот пустое место оставалось. Мы решили пятерку и тройку еще докинуть для ровности счета, для того, чтобы была возможность дальнейшей модернизации. Проводку я перенес сюда, ребят. Сейчас это выглядит вот таким вот образом. Сейчас засяду и буду бортовать. Отбортую и покажу вам красивый результат. Посмотрите, ребят. Я, значит, собрал мониторы. Посмотрите, какой красивый у нас получился пьедестал circuit breaker. И начинаю заниматься отбортовкой проводки. Раскладываю полностью. Сейчас потребители все подключим. Вот, можете посмотреть, здесь уже подключено. Вот. Подключен, значит, статик динамик магистральный, чтобы арометрия была. Сюда все это вывесим и красиво это все отбортуем. То есть тут получится все четко. Так как мы все занимаемся параллельно, вот, мы занимаемся подготовкой всех тяг и кинематических соединений, консолей крыла, руля высоты. Вот все эти тяги собираются. Далее, параллельно мы сейчас занимаемся монтажом сервоприводов автопилота от фирмы Garmin. Вот. То есть вот гарминовские такие сервопривода. Очень хорошего качества. Мне они всегда нравились. И по качеству, и по долготе работы они намного лучше, чем дайноновские. И по данной адванседовские. Вот. Дальше, значит, это у нас сенсор, значит, уборки выпуска закрылков. Тупейшая вещь. Я так полагаю, здесь внутри находится потенциометр, который, вот видите, то есть вот так вот поступательное движение. Внутри, скорее всего, потенциометр стоит. Три проволоки выходят. Электронщики поймут. Вот. Здесь у нас, значит, GPS-модуль установлен. Вместо аккумулятора, помните. И здесь настанет ELT-маяк по нашему аварийный радиомаяк. Здесь, значит, у нас будет вот такая вот тяга штатная. Со штатным крепежом, который пришел. И здесь будет подключаться у нас, значит, сервопривод руля высоты. Что самое интересное, ребят, у этих сервоприводов есть размыкатели. То есть, автопайлот дисконнект, они его называют. То есть, размыкание, значит, механической связи автопилота. И таким же образом и по печу, и по роллу, то есть, по крену и по руле высоты он размыкается. И мы это все установим. Вот. Дальше. Параллельно мы занимаемся доводкой капотов. Ребята, самая сука неблагодарная работа вообще на этом самолете. Такой вот красивый лючок я тут сделал. С такими барашками. Барашки, кстати, лоханулся, ребят, поставил. Не по полету. Понимаете, тут очень некрасиво. Придется переделать. Вот. И занимаемся монтажом вот этих запорных механизмов шомпальных. И получается у всех вот в этих местах разные щели. При сомкнутых капотах. Так что то, что вы видите на готовых самолетах, это совершенно разные вещи. Вот. Мы будем подгонять, делать так, чтобы здесь были красивые щели. А так, ребята, шамолетов много. Настояние очень даже неплохое. Будем развиваться. Поехали дальше. Пришла святая пора устанавливать генератор. Значит, у нас здесь генератор переменного тока на 60 А. Вот моя рука. Посмотрите, размер генератора. Это не генератор маленький, это у меня просто руки гулливеровские. Короче, ребят, генератор, значит, от фирмы Аэропауэр. Вот. То есть, как бы, ничего тут умного нету. Обычный генератор переменного тока с встроенным выпрямителем, регулятор выпрямителем, да? Далее, значит, он выводится на проводку вот на этот АЗС, который мы сейчас красиво собрали. Вот на этот АЗС выводится. Далее. Здесь у нас, значит, полный комплект. Это, значит, переходная скоба, которая навешивает генератор. Регулировочный, значит, проставочный узел. И болты. Вот. Полностью весь комплект. То есть, мы сейчас его повесим. Вешается он по полету с правой стороны. Вот его посадочные места. То есть, мы сейчас поставим и покажем вам. Плюс еще ремень вешается. Но ремень, я же падла, знаю, что забуду. И поэтому я ремень повесил и, точнее, прикрутил и положил в шкив. Шкив мы пока не ставим. Повесим ремень. То есть, повесим только генератор пока. Мы вскрываем, значит, этот выходной тракт. Здесь заглушки стоят. И посмотрите, видите, из цельнопрошневого тракта масло выливается консервационное. Ставим выхлоп. Посмотрите, какой крутой выхлоп мы купили. Значит, выхлоп раздельный. Он имеет правый контур выхлопа и левый контур выхлопа с отдельными теплообменниками. Вот. Здесь, значит, получается у нас сегментно-сборочные штаны. Трехсекционные, да? На каждые три котла с каждой стороны. И получается полностью комплекс. Весь комплекс у нас включает в себя систему для навески демпферных блоков выхлопной системы. Также вот такой вот от руки нарисованный, ну это же сванца прислали, выхлоп, так как этот выхлоп еще является таким архи-кастомным. Вот. Здесь, значит, находятся у нас все крепежные элементы, включая демпферные подушечки в виде пружин. И прокладки на выхлопной тракт. Эти прокладки очень интересны. Дело в том, что вот здесь вот это кольцо, это не просто кольцо, это много-много-много намотанная лента и спрессованная в кольцо. Для того, чтобы оно как бы при изменении температуры распрямлялось и герметизировало выхлопной тракт. Вот. Сейчас мы его смонтируем. Нам его нужно смонтировать не для выхлопного тракта, а для того, чтобы понимать, на что мы рассчитываем при сборке дальнейших установки агрегатов. Это очень-очень важно в данном случае. Правые штаны установлены и выхлопная часть банка установлена, так? Теперь смотрите, для того, чтобы монтировать вот эту часть, нам нужно сделать здесь расчалочные узлы такие амортизационные. Выглядят они таким образом, то есть они работают в комплексе. Один, на котором висит выхлоп, второй, который в виде вот с этим резиновым шлангом демпфирует, да? То есть получается у нас один кронштейн, один навесной элемент, один демпфирующий элемент и крепеж. Значит, вы эти хомуты с резинами, чтобы мотораму не перетирало, да? Далее два хомута для того, чтобы не вышло из зацепления вот эти вот ушки. Кстати, это не мы придумали, это вот реально согласно руководству. Ну вот, далее. Крепеж, значит, гайки, вы видите, они все самоконтуры, только без виниловых вставок. То есть это самоконтуры с вершинами методом вмятия. Сейчас это все соберу, покажу, что как получается. Для абсолютно идентичным быть при сборке таких самолетов инструкция не может. Соответственно, смотрите, мы собрали выхлопной тракт. Конечно, он выглядит просто архикруто. Практически прямой выхлоп, разделенный на два тракта, да? И у него есть комплект сборки, потому что это кастомный выхлоп. Используется только на самолетах Experimental. То есть мы его купили только по одной простой причине, что мы его купили вместе с самолетом. Так бы, конечно, мы выбрали стандарт. Но этот круче, этот дороже и круче. Суть. Значит, вот здесь вот у нас перемычки установлены, хомуты установлены. И получается то, что узел навески распределяется на три точки крепления. Раз, два, три. И навеска вот здесь тросовая такая навеска получается. И вот здесь вот такой резиновый демпфер. Фишка в том, что, ребят, настраивать, ставить победный выхлоп можно только в случае, если вы собрали все гофры, поставили выхлоп, входы, шланги, тросы, всю эту херь поставили. Только после этого выхлоп отстраивается. То есть есть такое понятие отстройка. Его отстраивают так, чтобы он нигде не касался, чтобы он работал, чтобы он был проложен именно согласно и технике безопасности, и чтобы другим агрегатам они друг другу не мешали. Соответственно, сейчас мы перекинемся на сборку топливной системы, потому как здесь полностью открыто, и можно этим заняться. Наш генератор, видите, мы навесили. То есть сейчас навесим сюда топливный инжектор для того, чтобы мы могли подключить элементы управления этим топливным инжектором. Это такая непростая задача. Значит, мы достали топливный инжектор. Это, значит, самый главный элемент работы двигателя. Его качественная работа, его своевременная работа, его выдавание всех необходимых характеристик. То есть самая такая одна из дорогих частей силовой установки. Соответственно, вот у нас топливная автоматика, давайте назовем ее так. Далее, кронштейн, который ставится на входной тракт, вот здесь вот, для того, чтобы можно было подцепить элементы управления. И у нас, значит, элементы крепления, то есть болты, точнее гайки, для того, чтобы закручивать это на двигатель. Я вам сейчас покажу, где. Вот в этом месте, вот на эти шпильки надо накрутить. Далее. Значит, это крепеж весь для прокладки высоковольтных проводов свечей зажигания. Соответственно, мы сейчас выполним две работы. Топливная автоматика и свечи зажигания. Зачем это надо сделать? У нас вот здесь вот висит вот таких вот бычьих элементов. Они нам мешают для того, чтобы здесь дальше собрать пространство из-под коробки приводов. Сейчас это раскидаем и то подключим. Значит, мы распушили вот эти вот мешочки с высоковольтниками, ребят. Они новые. Вот когда на ВИО в руках держишь, еще силикон вот здесь вот находится. Прямо вообще круто. Далее распределяем, значит, здесь вот по свечам. Значит, есть одно маленькое, но американцы, они очень сильно не любят думать, так как мы. Поэтому у них все четко. Вот здесь вот, значит, на крышке написано Т2. Значит, Т это топ. Второй котел. Вот здесь вот написано второй котел. Все думать не надо, ребята. Красиво проложили. То же самое ТБ. Т-боттом, понимаете? То есть, как бы все четко распределено. То есть, здесь у нас как бы по системе дублирования установлено два магнета. Левая, правая. Что самое интересное, эти магнеты работают крест-накрест. То есть, они образуют крест таким образом. То есть, в данном случае, правая магнета, верхний контур, нижний контур. Значит, левая магнета, верхний контур, нижний контур. Вот так вот они распределены крест-накрест. Сейчас мы установим вот здесь вот проставки антипротирочные. Здесь вот, значит, навесим хомуты, которые вот так вот подвешивают эти высоковольтники. И потом вот здесь вот сделаем жгутовку, чтобы вот эти дальше совмещающиеся, значит, эти высоковольтники, они были сожгутованы в один цельный жгут. Чтобы они нам не мешали. Потому что если мы сейчас вот так вот это оставим, это будет очень сильно мешать работать. Так, смотрите, ребят, пришла пора демонтажа вот этой пробки. Здесь тоже самое консервационная смазка. Вот она, видите, то есть, характерного такого цвета. Вот, это значит, она находится во входном тракте. Вы сами прекрасно понимаете, что при таком раскладе нам нужно входной тракт весь мыть. Иначе, значит, получается, все это будет идти в цилиндры. И первый период времени двигатель будет клубить так, что охренеют все. Вот, так что у нас все красиво. Сейчас это все сольем и будем устанавливать инжектор. У нас тут, короче говоря, очередные дилеммы. То есть, руды, микшеры и управление винтом у нас кастомные. И согласно руководству по сборке, они должны выходить вот через вот эти отверстия, которые идут вниз. И прямо вот сюда, значит, на управление они подстегиваются. Но есть одно маленькое дно. Они у нас толще, прочнее и менее подвижные. То есть, мы их так собираем и получается, что вот эти углы, да, эти углы, как бы они, ну, в принципе, якобы не мешают работе балдынов. Вот. Но это не есть хорошо. То есть, мы, скорее всего, их переложим, как нам нравится. Сейчас мы занимаемся, докидываем вот эти вот магистрали топливные, все масляные магистрали, чистим их и накидываем на двигатель, чтобы просто понимать заполнение и остаточный свободный объем для подключения всех агрегатов. Вы же видите, вот здесь вот, допустим, у нас сделан аккумуляторный блок, да, а вот здесь уже получается, мы в полной мере не можем амортизацию выхлопа поставить, потому что он здесь упирается. Вот, чтобы таких моментов было меньше, сейчас мы все соберем, накинем, а потом это все будем делать. Дядя Володя нам собирает полностью приборное оборудование. Вот, дошла очередь до Геа-24. Это вот такой вот многопиновый блок, он у нас как раз таки занимается показанием параметра работы двигателя и всей практически периферии, включая закрылки и всего остального, да? Ну да, все. Сейчас дядя Володя будет ставить как сялки. У нас будут сейчас еще антенны. Работу дядя Володя чуть попозже покажем. Мы, значит, чем занимаемся, вот смотрите. Вот здесь вот у нас, вот смотрите, вот это левая консоль по полету, определяем это таким образом. Вон передняя кромка, вот лонжерон, да, пошли обратно. Вот здесь вот, значит, согласно руководству по сборке, вот в этом районе, где обозначена точка, сука, в лонжероне нужно делать отверстие для того, чтобы поставить трубку ПИТа. Но мы купили Фредди Перстова и поставили здесь, сделали, значит, отдельно его площадка посадочная, вот за блоком управления по элеронам, то есть не до элеронов, чтобы здесь вот трубки были, а трубки, чтобы вот в этом районе были. Вот, значит, аэродинамические составляющие здесь соответствуют, так как мы не изменили вот в этом районе отбор воздуха идет и вот в этом районе на одной, считайте, плоскости. Но мы купили ПВД ГАП-26, это очень интересный ПВД, он отбирает динамику и также он вот здесь вот посредством вот этих отверстий может отбирать, значит, разрежение, да, там, Володя, образуется? Нет, почему, давление наоборот. Вот изменение угла атаки, вот так вот. Но, одним словом, относительно потока, вот изменение угла атаки, вот перепуск воздуха от набегающего потока вот здесь, вот здесь вот он определяет разницу и определяет ваш угол атаки. Вот, мы ставим вот этот крутейший ПВД вместо трубки и также купили целый комплекс кит-набор, вот он так вот называется, со всеми переходниками, вот со всеми, значит, необходимыми шлангами. Вот это дефолтный шланг штатный, который идет, а вот это то, что мы купили, мы прокинули вот сюда вот синенький и вот сюда, вот как я вам уже показывал, мы прокинули статику. Вот он белый, он весь идет вот здесь вот. Значит, РВ-шка отличается от других самолетов тем, что у нее штатный порт отбора статики симметрично с этой, с той стороны идет в аккурат за мидалем. То есть вот в этом районе у всех РВ-шек, в том числе у той семерки. Но, к чему все это рассказывается, к тому, что мы перебзели по одной простой причине, вот эта вот семерка, у нее погорела магистраль подвода, отвода, значит, вот этой динамики, потому что те ребята, кто ее собирали, просто тупо сделали вот так вот. То есть подогреваем ПВД, порезали здесь и поставили вот сюда вот просто шланг, без хомутов, без всего. Ну, соответственно, на земле включили ПВД, он начал как утюг греться, вот. И вот эта трубка начала полагаться и сама себя закупорила. Мы такой херней не страдаем, то есть у нас все нормально, меня не буду врать, не знаю, термостойки нет, но мы купили все необходимые переходники, которые у нас будут на определенном удалении. То есть мы чуть больше сделаем, и вот здесь вот у нас будет вот такой вот металлический переходник, который будет еще работать как рассеиватель тепла. И у нас ничего нигде не погорит. Все по фенчую. Есть очень-очень сильно, очень-очень сильно капризный элемент из пилотажно-авиационного комплекса, так называемый магнитометр ГМУ-11. Его устанавливают таким образом, чтобы он был на максимальном удалении от всевозможных воздействий электромагнитных, металлических, ферромагнитных составляющих. Из-за этого нам пришлось этот ГМУ-11 вынести вот сюда. Значит, подклипали, сделали вот такую треугольную конструкцию. Которая, значит, находится строго перпендикулярно относительно лонжерона. И далее установили это ГМУ-11. Вот этот ГМУ-11 здесь мы будем потом поднастраивать, чтобы выводить его в ноли. То есть зачем этот агрегат нужен? Это магнитометр, который пытается нам показывать магнитный курс со всеми, значит, коррекциями. В основном эта фишка нужна для работы курсовой системы. Ну, а если по факту, нужен для автопилота. Его мы установили, каншину прокинули. И АП-дисконнект, проводку тоже докинули туда. Сейчас будем заниматься дальнейшей прокладкой всего необходимого. Друзья мои, закругляя 24 выпуск по постройке самолета Vans Aircraft RV-10, мы должны сделать маленькое резюме. Все-таки работать с электрооборудованием достаточно сложно. Это хрупкое такое оборудование, над которым ты постоянно вот так вот дрожишь, потому что это все очень дорого стоит. Следующий у нас выпуск пойдет уже по системе управления, тяги, качалки, переходники. Там тоже очень интересно. Мы этот материал так предварительно осматриваем. Честно вам скажу, ребят, давайте вот этот интервал, да, то есть, ну, самолет у нас полетел почти два года назад. Соответственно, еще раньше мы этот самолет строили. 850 раз, повторяю, ребят, это будет актуально еще лет 10 вперед. То есть, эти два года ни о чем не говорят. Но нам самим интересно, потому что некоторые элементы замыливаются в голове. Вы забываете, вы смотрите, да, это мы делали, интересно. Вот, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики для того, чтобы продвигать наш с вами общий канал. Заметьте, ребят, это не мой канал, это наш с вами канал. Вот, чем будете вы активнее, тем будет круче. Времена быстро меняются. Также я, значит, скорее всего скажу, то, что у нас телеграм-канал, в котором подписываются ребята, задают вопросы, которых интересуют. Все-таки телеграм, он удобен в этом плане, да, вот как мессенджер уже работает. И также мы дублируем материал во ВКонтакте. По крайней мере, в случае чего, чтобы этот материал у нас сохранился. Поэтому, ребят, повторюсь, я так с антресоли достал и встряхнул контакт. Вот, мы там материал выкладываем. Он у меня, как и многих из нас, еще со времен учебки, у АКО, можно сказать, даже и со школы, аккаунты так висят. И он как-то тухлый был. А сейчас как-то показывают практику, что надо куда-то материал дублировать. В Яндекс.Дзене я не сильно шарю. Вот, ВКонтакт в целом работает. Я вот туда параллельно заливаю материал. Поэтому, кто хочет, ребята, подписывайтесь. Все ссылки на наши соцсети, включая запрещенные Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, ВКонтакт, все есть в описании. Вот, когда вы хотите мне что-то написать в личку, ребята, там есть даже моя почта, вы пишите в комментариях, как с собой связаться. Это как минимум нелогично, потому что я всегда говорю, в описании есть контактная информация. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами. И давайте разбираться. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok